Библейский портал экзегет.ру представляет Добрый день! На библейском портале экзегет мы продолжаем с вами рассмотрение послания к римлянам святого апостола Павла, 7 глава. В предыдущей главе, как мы с вами говорили, апостол Павел говорит о смысле и назначении крещения. Он говорит о том, что человек в крещении умирает со Христом для того, чтобы воскреснуть, для того, чтобы ожить к новой жизни с Богом. Но есть момент, который он не может обойти внимания, который, собственно, для него является ключевым, потому что вопрос о законе – это самое главное в его обращении к иудеи-христианской части римской церкви. Он должен показать, как и почему он уже отвергает закон, считает его ненужным и незначимым. Итак, закон, как мы с вами неоднократно говорили, указывает на грех, выявляет его. А что же происходит с ним после крещения? Распространяются ли правила закона на человека после того, как он соединился со Христом? И читаем с вами. «Разве вы не знаете, братья, ибо, говорю знающим закон, что закон имеет власть над человеком, пока он жив. Замужняя женщина привязана законом к живому мужу, а если умрет муж, она освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже выйдет за другого, называется прелюбодейцей. Если же умрет муж, она свободна от закона и не будет прелюбодействовать, выйдя за другого мужа. Так и вы, братья, умерли для закона телом Христом, что принадлежает другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Итак, для иллюстрации апостол Павел привлекает пример женщины, которая связана с законными отношениями с мужем. Если она нарушит эти отношения, то она тем самым совершит грех. Если же муж ее умрет, то она вправе выйти повторно замуж. Но, все вроде бы понятно, да, но с другой стороны, мы должны с вами понимать, что на самом-то деле, привлекая этот пример, вставляя его в свое повествование, апостол Павел на самом-то деле нарушает собственную логику. Почему? Да потому что в случае крещения умирает сам человек, и закон перестает для него действовать, да, потому что закон не распространяется на мертвых, они уже мертвы, ему не подчиняются. А в случае примера, который приводит апостол Павел, умирает муж, а женщина жива и может продолжать дальше, она может вступить в новые отношения с другим мужчиной по закону. И тем самым мы с вами видим, что на самом-то деле рассуждения апостола Павла, и мы вправе здесь сделать это отступление, они не отличаются такой безупречной логикой. Это не систематическое богословие, не схоластика, где выверена каждая деталь. Апостол Павел находился в непрерывном поиске, он пытался донести до своей аудитории ход своей мысли, и для этого привлекал какие-то примеры, рассуждения, которые действительно могли быть не всегда убедительными, не всегда, может быть, точны и абсолютно логически выверены. Это так, потому что действительно это был творческий поиск. И любой творческий поиск, любое творение, кем бы оно ни было, как бы ни был совершен мастер, который его создал, все равно, конечно, имеет какие-то свои недостатки. И для нас это на самом-то деле тем более дорого, потому что здесь мы видим этот живой поиск мысли апостола Павла. И, собственно говоря, в послании к римлянам с вами с этим еще столкнемся, особенно вот в 9-11 главах. Дальше апостол Павел говорит, что когда мы жили по плоти, тогда страсти греховные, обнаруживаемые законом, действовали в членах наших, чтобы приносить плод смерти. Другими словами, грехи действительно обнаруживались законом. А в свою очередь наказание за грех неизбежно со стороны Бога, это смерть. Но ныне, умерши для закона, которым мы были связаны, мы освободились от него, чтобы служить Богу в обновлении духа, а не по ветхой буквы. Другими словами, если человек умирает для греха, он умирает и для закона. И освобождение от закона, это не значит беззаконие. Это значит, что теперь человек может, если он не подчинен закону, если закон не регулирует его жизнь, предоставлен сам себе. И жизнь, он совершает все, что только ему вздуматься. Нет, апостол Павел указывает на другую перспективу, на служению Богу в обновлении духа, а не по ветхой букве. Действительно, в этом случае человека уже направляют не правила, не указания закона, который апостол Павел называет ветхой буквой, а его направляет дух. В этом обновлении духа апостол Павел скажет в восьмой главе, восьмая глава является основной темой этого. Но что еще приносит дух, с чем он еще связан, как он направляет человека? Вот прежде чем говорить об этом, дальше апостол Павел здесь, по сути своей, начинает как бы новую главу. Он говорит о третьем понимании греха, о грехе, который связан с плотью, то есть поврежденной человеческой природой. Мы с вами говорили уже о том, что крещение, шестая глава, оно человека освобождает от греха, человек умирает от греха, для греха, для того, чтобы жить с Богом. Но, опять же, опыт любого человека, крещенного, показывает, что автоматически это не происходит. Жизнь продолжается, и грех, как правило, никуда не девается, хотя его узы, они и могут ослабнуть, отчасти где-то исчезнуть. Но никогда не полностью и целиком. В чем причина? И здесь апостол Павел в седьмой главе переходит к третьему пониманию греха, к греху, который связан именно с поврежденной человеческой природой. И это понимание греха, оно отличается от того, о чем он говорил раньше. Напомню, что в первых четырех, отчасти даже пятой главе, он говорит о грехе, как и виновности людей перед Богом. Дальше, пятая, шестая главы, это грех, как последствия преступления Адама, который, прежде всего, проявляется в смерти, как возмездие за это отступление. И вот третье понимание. Седьмой стих. Что же скажем, неужели от закона грех никак? Но я не иначе узнал грех, как посредством закона. Действительно, уже неоднократно нами повторяюшееся положение. Закон выявляет грех. Ибо я не понимал бы пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай». И действительно, что плохого, то мы пожелаем того, что есть у других. В общем-то, зависть, соперничество – это обычная вещь человеческих отношений. Если у других есть что-то лучшее, чем у меня, конечно, человек всегда хочет того же. Но закон указывает ему на неприятие, на невозможность, не пожелая ничего, что есть у ближнего твоего. Грех, продолжает апостол Павел, взяв поводь от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. Ибо без закона грех мертв. Я жил некогда без закона, но когда пришла заповедь, то грех ожил, а я умер. И таким образом заповедь, данная для жизни, послужила мне к смерти. Потому что грех, взяв поводь от заповеди, обольстил меня и умертвил ею. Здесь апостол Павел как бы сам лично проживает опыт грехопадения, связанный с появлением закона. Он, по сути своей, персонифицирует грех, то есть рассматривает грех как личное начало, активно действующее. И, по сути, эта персонификация, конечно, предполагает, что за грехом, который, как говорит апостол Павел, произвел во мне всякое пожелание, который обольстил меня, умертвил, стоит дьявол, стоит это бесовское действие, которое толкает человека к греху, склоняет к нему. И что же происходит? Чем воспользовался грех? Он говорит о том, что появление закона, оно произвело прямо противоположное тому, что предполагалось. Казалось бы, наличие закона, который регулирует жизнь человека, который объясняет ему, что хорошо, что плохо, должно было бы, в общем-то, улучшить жизнь. Потому что у человека появляются ориентиры, он понимает, что можно, что нельзя, что надо, что нет. Но оказалось, что грех, он как бы сильнее, то есть он льстивее. И, по сути, апостол Павел рассматривает в заповеди закона как своего рода болевые точки. И мы понимаем, что в бою, в спарринге, человек может просто ударить другого, а может ударить в болевую точку. И этот удар он мгновенно выведет соперника из строя. И, по сути, заповеди – это и есть эти болевые точки. Грех метит прямо в них. Для чего? Для того, чтобы человек стал виновен, для того, чтобы он подпал под осуждение смерти. И таким образом возникает такая бесперспективная ситуация. Он говорит о том, что, взяв повод от заповеди, грех оболестил и умертвил меня. Но, может быть, тогда, если бы закон при Моисее не вмели, если бы эти заповеди не появились, все было бы иначе, человек бы продолжал жить, не имея никакого представления о грехе, и не возникало бы поводов для его осуждения. И апостол Павел берет закон под свою защиту. 12 стих. Он говорит, посему закон свят и заповедь свята и праведной добра. Итак, неужели доброе сделалось мне смертоносным? Никак. Но грех, оказывающийся грехом, потому что посредством доброго причиняет мне смерть. Так что грех становится крайне грешен посредством заповеди. Другими словами, виноват незакон, виноват грех, который активен, который склоняет человека, и человек далеко не всегда, а может и в большинстве случаев, оказывается не способен устоять перед этим натиском. Ему нечего этому натиску противопоставить. И почему же так? Почему человек оказывается не защищен перед действием греха? Читаем дальше. 14 стих. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я плотян, продан греху. Ибо не понимаю, что делаю, потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому же не я делаю, но живущий во мне грех. Ибо я знаю, что не живет во мне, то есть в плоти мое доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать он и того не хочу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех. Итак, я нахожу закон, когда я хочу делать доброе, а принадлежит мне злое. Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божьем, но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящихся в членах моих. Бедный я человек, кто избавит меня от этого тела смерти. Эта длинная цитата на самом-то деле говорит о раздвоенности, о той войне, которая в человеке происходит, войне между его стремлением к добру и невозможности что-либо осуществить. И для того, чтобы правильно понять эту ситуацию, нам необходимо с вами сейчас разграничить два термина, которые использует апостол Павел – тело и плоть. Они неравнозначны и нетождественны. Хотя действительно мы можем встретить некое смешение, когда апостол Павел говорит о теле греховном, но тело – это то, что создано Богом. Собственно говоря, человек изначально был создан как тело, а потом уже в него было вдунто дыхание жизни. И поэтому можно сказать, что человек – это тело. И тело отражает замысел Божий о человеке. Без тела человек не может существовать. И поэтому, естественно, что тело предназначено к спасению. В этом смысл Боговоплощения, воскресения Христова. И дальше, в 8 главе, апостол Павел как раз говорит о спасении тела, об искуплении его, о том, что мы спасены в надежде. Что же, тем самым телесность, она отражает один из существеннейших, если не главный аспект нашего спасения. Мы спасены не просто духовно, не просто речь о спасении души, а Боговоплощение, оно было предназначено именно к спасению тела. Но что же тогда означает слово «плоть», которое, как кажется, очень похоже на тело, которое, как кажется, отражает ту же идею, несет тот же смысл? Нет. Плоть – это не тело. Плоть для апостола Павла – это падшая природа человека. Это человек, который уходит от Бога, у которого совершенно другая ценностная ориентация, который ориентирован прежде всего на себя, который живет для себя и замкнут исключительно на себе. И поэтому, служа плоти, человек служит себе, он как бы занят самообслуживанием. И плотские устремления для апостола Павла совершенно не означают, что это о каких-то грехах, связанных с человеческой телесностью. Совсем нет. Например, в послании к Галатам, говоря о грехах плоти, апостол Павел упоминет и ереси, и о распри, и много чего еще. В восьмой главе мы с вами видим, что он будет говорить о помыслах плоти. Думайте, о помыслах плоти. То есть, казалось бы, эти понятия взаимоисключающие. Поэтому плоть – это гораздо более широкое и всеобъемлющее понятие. Это состояние человека, которое противоположно Богу. И плоть – она активна. Это рамки, это узы, с которыми человек ничего, оказывается, не может сделать. Знаете, иногда священник слышит, «Батюшка, вы мне, пожалуйста, ничего не говорите, я и так все знаю». И эта ситуация нам знакома. Мы действительно все знаем. Те, кто имеют уже большой опыт церковной жизни, многие вещи хорошо знают и понимают. Но это знание, оно не приводит к тому, что действительно жизнь наша меняется в соответствии с этим знанием. Знание само по себе, а жизнь сама по себе. Почему же это происходит? Почему же это так? Потому что действительно склонность к греху, желание греха оказывается сильнее, оно перевешивает. И поэтому апостол Павел говорит, что умом я все понимаю, я служу закону Божию, но плотью служу закону греха. И поэтому эта ситуация, она заканчивается вот этим, как бы возгласом отчаяния, без перспективности. Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти. Есть ли из этой ситуации выход? Потому что в том описании и даже в нашем личном ощущении она кажется неким тупиком, что выхода нет, она бесперспективна. Но апостол Павел заключает эти рассуждения следующим образом. «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим, и так тот же самый я умом служу закону Божию, плоти закону греха». За что же благодарит апостол Павел? Он говорит, конечно, за то, что выход из этой тупиковой ситуации есть. И выход, нам уже указан, мы его упоминали сейчас, это выход сообщения как бы силы извне, сила Святого Духа. Потому что сам человек оказывается бессилен перед детерминизмом плоти. Но сила извне, помощь, которая происходит извне, она может дать ему возможность выйти из этого лабиринта греха. И об этом апостол Павел будет говорить дальше в 8 главе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok